Мы были. Все, больше ничего не нужно. Наши ручки, наши ножки, все остальное. Интересно следующее, что, да, одна рука хорошая, я все время показывала одну руку, но мы же можем двумя руками воздействовать. И воздействовать мы можем не только на железы, но и на органы. А как оздоровить орган? Давайте разберемся. Дело в том, что у нас у органа тоже есть поверхность, да, и вот эта поверхность чаще всего она имеет округлые части. Вот вы находите радиусы окружности. Вот вспоминаем печень, да, она же не квадратная, не треугольная, она из долек состоит. Эти дольки как раз у нас имеют округлую форму. Вот мы можем по округлостям этой печени руку поставить так, насколько округлая вот эта печень и фокусом воздействовать для того, чтобы пошли изменения. Например, если у печени гипотоз, ее нужно оздоровить. То есть вы находите свою печень, опять же, если вы не знаете, какой она формы, где у вас что-как, то вы берете маятничек, вы ложитесь на кроватку и прям как раз это все начинает показывать. И вы сможете спокойненько работать со своей печенью. Или, например, почки. Та же самая ситуация. Сердце. Абсолютно точно. То есть вы можете руками создать фокус по кривизне самого органа и оздоравливать его. Видите, как целители работают руками, но как они работают, они не знают. То есть у них интуиция срабатывает, что вот нужно положить руки. Да, через рукоположение, через передачу своего потенциала можно много чего сделать. Если у человека высокая частота вибраций и он накладывает руку, то, естественно, частота передается. Но обычно после таких сеансов сам целитель лежит пластуном. Ну просто потому, что настолько плохо. Это, как говорится, сброс энергии произошел. И сами целители начинают болеть и умирать. Почему? Потому что они свой потенциал загоняли в человека. А нужно работать на потенциале пациента. То есть это даже дома лечить друг друга, например, если супруг, супруга, да, лечить друг друга фокусами рук. То есть вы на расстоянии меры своего любимого человека создаете кривизну в ладони и облучаете. У вас две руки. И, соответственно, если еще две руки вашего супруга или супруги, то есть вы создаете часть округлости того или иного органа и супруга также. И вот эта работа в четыре руки, да, как у пианистов бывает, она дает более крутые результаты. Как же можно передать способности и возможности? Вот это вот, знаете как, это из разряда, ну как бы оно на поверхности, но многие могут не додуматься, как это работает. Вот вы видите, например, мастер, как он делает. Вот видите, что у ученика что-то не получается. Вот он бьется, карпеет, а фокус не получается, да, то есть какие-то эффекты не дуют. Так вот как обычно происходит? То есть человек знает, что у него та или иная железа продуцирует те или иные гормоны или, например, тот или иной орган, ответственный за ту или иную функцию в организме и так далее, и, соответственно, несет частоту мастера. Человек берет, создает фокус, начинает воздействовать на ту же самую железу или на тот же самую орган, для того, чтобы передать свою частоту. То есть он по своему органу, по своей железе поставил руку и облучает ученика. И этот дар переходит. Вот для чего рукоположение происходит? Посмотрите, даже в христианской церкви. Вот так вот накладывают руки, а не работают. А почему не работают? Потому что нет фокуса. То есть там нет передачи какой-то правильной энергетики, нет передачи свойств, качеств, функций. А функция передается, когда ты понимаешь, что ты передаешь и как ты это делаешь. То есть ты по своей мере облучаешь по своей конфигурации, своей железы либо органа, человеку, которому ты хочешь передать. То же самое с предметами. Когда вы смотрите на предмет, и вы понимаете, что вы хотите передать его качество, например, твердостью, да, иногда бывают люди, у которых вот нож через кожу не проходит. Такие видео есть. Они не понимают, почему это так, да. То есть случилось просто так, как выхлоп некий эволюционный. Или, например, к людям магнитятся предметы. Откуда это? То есть мы понимаем, что есть предмет, который магнитит. Мы снимаем с него, соответственно, параметры, и этими параметрами себя облучаем. И этот потенциал становится нашим. То есть эта способность становится нашей. Очень много чего рассказала. Я надеюсь, что что-то вам запомнилось, что-то вы сможете применять. Я всегда прихожу для того, чтобы дарить. Дарить знания. И они стали неким багажом не просто вашим, а багажом вашей семьи. Передавалось, например, из уст в уста и становилось нормой для нашей популяции. Потому что, знаете, вот есть люди, которые жадничают. Вот они приходят, я вам скажу вот так вот, два слова. А ко мне на курсы приходите, и я вам все остальное расскажу. Ну, конечно, ну круто, так можно. Но нужно иногда и приходить, давать нечто такое, что даст эволюционный толчок для всей популяции. И тогда это будет круто, это будет правильно. И, наверное, ну как-то по-человечески. Потому что всё скрывать нельзя, система и так ничего не даёт рассказывать. Банят всегда и всё, чтобы там не сказалось интересное, правильное, ещё какое-то. Ну, дай Бог, чтобы хоть десятая, ну пусть даже сотая часть от того, что я сказала, дала вам толчок и помогла разобраться в этом мире, как себя оздоравливать, как придавать или иные потенциалы новые, как события новые внедрять в свою жизнь, как оздоравливать свою душу, укреплять дух, ну и, конечно, эволюционировать. Ну что ж, невероятное, конечно, выступление. Ты вот всегда приходишь, чтобы дать что-то новое. Я всегда прихожу, чтобы пересказала что-нибудь лишнего. Ну, друзья, как получилось, так и получилось. Я на самом деле, да, это большая часть экспромт, потому что очень много дел, и я буквально, ну то есть тему заявила раньше, а готовилась уже сегодня, можно сказать так. Думала, что вам могу рассказывать. В лучших студенческих традиций. Да. Слушай, но ведь Шумшук говорил, что, по-моему, ликонтропия, это относится к закрытой информации. Плюс, там, превратиться еще в какую-нибудь обезьяну, это еще полдела, попробовать обратно. Да, да, да. Почему? Потому что, конечно же, для того, чтобы понимать, что такое ликонтропия, нужно разбираться в ее природе. Чаще всего она неуправляема. И здесь ситуация такая тяжелая в этом плане. То есть мы можем туда, а обратно попробовать, да. То есть это нужно сделать противодействие, которое приведет к возвращению своих мер. Ну, в принципе, знаете как, вот у нас наши предки, они, даже это сохранилось у, как же их называют, господи, туземцев, да, то есть различные африканские народы, которые карго-культ у них сейчас сохранился тут или иной, но они подражают животным. То есть они для того, чтобы быть шустрыми, там, какими-то быстрыми, громкими, сильными, они подражают тому или иному животному. То есть это та же самая ликонтропия в легкой степени. Поэтому, конечно, если вам не хватает какого-то качества, то можно сработать вот через те знания, которые я сказала. Но, конечно, доводить до абсолютного превращения не надо, потому что за это может и от системы прилететь, да и вернуться обратно в тело будет слаженовато. Это правда. Вот. И то есть если бы я сейчас не сказал, ты бы вот этот как бы нюанс не подчеркнула, да? Да, не, ну чё, уже я вообще, что ли? Нет, я обязательно, ну, во-первых, для того, чтобы случилась ликонтропия, то нужно упорно работать как раз в этом ключе. Чаще всего люди недельку поработают, а потом бросают. То есть... Неделю целую? Что мы тут делаем? Получается, работать ещё надо? Да. Да. Ну, вот я обещала, что я начну с вопросов, которые прозвучал, да, от Эль. Вопрос на целый курс. У тебя есть курс по древнеправославной свадьбе. Да, вот как раз у меня недавно стартовал курс по древнеправославной свадьбе, где я всё вот и до рассказываю. Да, это правда, что у меня была подготовка. Я сама проходила древнеправославную свадьбу. Все знания по этому поводу даю. Но там был вопрос в чём? Собственно, как проявляется женщина? И вообще суть, да, всей этой катаваси, которая соотносится с древнеправославной свадьбой. Вообще её играли именно для того, чтобы произошло объединение судеб не только в этой жизни, но и в последующих жизнях, если человек выберет перевоплощение. То есть чтобы с этим партнёром, с этим любимым человеком встретиться сто процентов, чтобы создать с ним семью. Потому что сила притяжения после древнеправославной свадьбы, она абсолютная, она чёткая, и ты никуда от неё не денешься. Это раз. Второе, естественно, качество отношений меняется. Вообще люди меняются в лучшую сторону, потому что когда ты проходишь некую обрядовую часть правильную, то отношения становятся чистые. И на физическом уровне, и на ментальном, и эмоциональном. То есть уходит враньё, уходит предательство, уходит какие-то такие надменности различного плана. То есть всё становится на уровне резонанса. Когда ты человека чувствуешь по всем своим телам, и на физическом уровне ты понимаешь, где что у него болит, и на энергетическом, где как что, как день прошёл, ты знаешь уже у человека, даже если он ещё не зашёл на порог. И вот эти все эффекты, они создаются как раз через тонкое объединение энергоинформационное, судьбоносное в сути древнеправославной свадьбы. Это второе. И третье, конечно же. Вот представьте себе ситуацию, что все мы сейчас воплощаемся не в тех семьях, чаще всего, потому что родовая система закрыта, её нет. Например, метрики уничтожены. Это то, что у нас передавалось из поколения в поколение. Мы сами не понимаем, кто мы, что мы, ради чего мы сюда пришли, какие способности, возможности у нас есть, кем нам быть. Мы вообще ничего не помним. Так вот, проходя обрядовую часть, ты объединяешься со всем мирозданием, то есть через богов, которые были у наших предков. И всё становится на свои места. То есть наводит порядок и в голове, и в сознании, и в эмоциональном плане. Чётко понимает, что в этом, в этом и в этом лучшая реализация. Почему? Потому что силы крепчают. Ты, наконец-то, начинаешь себя ощущать в полной мере и, наверное, действовать как нужно. Естественно, просыпается женское начало. Это не значит, что это будет вот так, но это будет изо дня в день накапливаться, накапливаться и выстрелить в некий облик психоэмоциональный, физический, душевный, какой и должен быть у этого человека. Поэтому, конечно, много чего идёт, много чего преображается. Ну, это вот, ну, наверное, одним словом не скажешь, потому что, когда передаёшь знания на вебинарах и отвечаешь на вопросы, это как бы, ну, всё ставится на свои места. А когда в одном предложении надо сказать, ну, только так, акценты поставить, чтобы более или менее стало понятно, о чём я говорю. Правильно. Это называется как бы анонс. Ну, да, можно так сказать, потому что, ну, как бы тут не зачитаешь ссылки на соцсети Алены находятся где-то там под видео, собственно, все записались и переделываете свадьбу понормальному. Кстати, считай, вот так вот, я не знаю, в обществе, ну, что это какой-то мавитон, знаешь, если ты уже свадьбу сыграл, потом переиграть её по новой считается как бы какой-то заскок. Не-не-не, вот у нас какая штука? Ведь те свадьбы, которые у нас игрались, ну, если мы говорим о социумном варианте, да, то есть сакс, там, пьянки, вот эти гулянки, ещё там что-то, это же программы, которые входят в отношения, и люди не понимают, почему они ссорятся, почему они конфликтуют, там, даже пусть не в семье, но на работе, то есть, или, например, не ладится в финансовом смысле, ещё что-то. У нас же куча антитрадиций, которые на уровне, ну, никаких правил закладываются в момент объединения судеб. То есть, представляете, там, то монетки кидают, это программа на нищету, или, например, пьют, да, безбожно на свадьбе, а потом удивляются, почему избранник, избранница начинают пить, да, или какие-то патологии у детей, там, на уровне генетики, это тоже та же самая программа. Или, например, воруют невесту, а мужчина потом всё время не поймёт, почему женщина себя так ведёт, почему она разрушает семью, потому что она пытается из семьи уйти, её уже как бы на ритуальном уровне так рали, да, то есть, ну, прям, все поддерживали этот факт. И очень много каких антитрадиций там что-то прям заикаряли. Естественно, когда вы переигрываете, ну, то есть, это, как, знаете, смести всё предыдущее и расставить правильный акцент, эту жизнь исправляется, то всё становится так, как оно должно быть. Ведь нам кажется, что, например, у нас есть одна линия судьбы, но нет. Я считаю, это доказано практиками вообще всем, что мы руководим своей судьбой, и мы можем её изменить в лучшем виде сделать. То есть, ничто не предрешено. То есть, те программы, которые, ну, как бы заложены в негатив, их можно изменить и поставить новое, но уже в положительном ключе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!